Всем привет, с вами Юра, здесь слева от меня Сергей, а там сидит Пётр, и вы смотрите Geek Media в панорамном изображении. Поэтому сейчас я перейду на своё место, проследите за мной, и я расскажу вам, про что мы сегодня будем играть. Хотя, в принципе, это же панорама, вы уже можете любить. Мышкой крутите, крутите мышкой. Крутите мышкой или своим мобильным устройством, для того, чтобы понять, что у нас будет сегодня происходить. Итак, вы давно просили этого, и мы решили сделать это в специальном формате, и продолжаем наши 360 эксперименты. И сегодня у нас на столе Arcaze, но в своём прототипном варианте, это демо-версия. Она далеко не полная, вместо вот таких вот фигурок, которые будут в самой финальной игре, у нас будут такие вот жидкочки. Но может быть оно и хорошо, потому что камера настроена так, что вам будет лучше видеть их лежащими на столе. Мы сегодня играем в третий сценарий. Ни для кого будет не секрет, если я расскажу, и это не будет особо никакими спойлерами, что в этой игре такого. Это игра про Египет, которая не такой, как нам кажется. Мы будем европейскими исследователями, которые отправятся в Египет и будут выяснять, что в нём не так. Потому что давние свитки и давние истории рассказывали о магических экспериментах и футуристических машинах, которые могли быть в Древней Египте. Но подтверждения этого не было. Наши первые два приключения подтвердили наши догадки. Мы нашли там механических скорбиев и огромных гигантских роботов-скорпионов. Что же будет дальше, мы узнаем сегодня. Потому что эта игра даёт реально постоянно какие-то нам новые вещи, удивления. Само по себе это квест, в котором у нас, как видите, на столе лежит разложенное поле. Значит, у нас есть такой журнал. Он записывает весь лог нашей экспедиции. А, то есть покажу. Смотрите, правила в игре. Это введение. Раз, два, три. Три листика правил. Причём при этом это не просто правила. Это вам рассказывают, как сделать первые ходы в первой миссии. То есть, Серёжа, ты первым своим действием идёшь на соседнюю клеточку. А дальше исследуешь жетончик, и вот что из этого получится. Брось кубики, посмотри на результат. Это вот три страницы. После этого вы готовы играть в эту игру. Коксидировочные миссии. Да. Вот это было, соответственно, первое приключение. Вот это было второе приключение. И вот мы сейчас вышли на третье. И нам идёт маленькая предыстория, которую я сейчас зачитаю. Раскладка карты. И, как всегда, логбук, который будет нам говорить, нам к этому вернуть позже. Итак, что у нас происходит, ребята? Во время своих путешествий вы нашли деревню, которую местные построили на руинах древнего Некрополя. Вы рассчитываете на их доброжелательность и надеетесь, что что-то сможете узнать от них. Но кто же знает? Возможно, они помогут вам объяснить все эти странные вещи, которые вы увидели. А возможно, нет. Когда вы подходите ближе, вы испытываете странные чувства. Кругом слишком тихо. Тишина даже тяжёлая. И это ненормально для этого места. Половина семей должны были бы быть на улице. Это плохой знак. И он вас очень пугает. Мы входим в деревню с трёх разных мест. А здесь нет никакого. Всё правильно за школу. Мы входим в деревню с трёх разных сторон. Мы же классные исследователи, да? Должны были обойти деревню. Фишка в чём? Я расскажу немножко, что у нас на поле. Поле выкладывается, как написано в сценарии. Вот это у нас двери, к сожалению, может быть сверху быть очень хорошо видно. В них обычно вкладываются вот такие вот же точки. И он обозначает, что это за дверь. Мы положим их вот сюда. И вкладываешь, чтобы вам было лучше видно. У нас есть разные жетоны. Каждый из них показывает какое-то место интереса на игровом поле. Фишка в том, что эта игра немного напоминает поиндом клика-венчур. То есть это тип клика-венчур. Что с тобой происходит? Каждый раз когда мы будем исследовать какой-то жетон, мы будем брать соответствующую карту, соответствующую колоду. И считать, что она не написана. Пытаться с этим разобраться. Каждый раз когда мы будем проходить проверки, мы будем вычеркивать в нашем ноутбуке определенные символы. Это позволяет нам как бы прочитать лишние тексты на стенах древних храмов и сооружений. Выяснить, что происходило здесь до нас. Поговорить какими-то жителями. И короче, все в целом. Это позволяет нам больше раскрывать древний Египет. И понимать, что с ним происходило. Если мы все хорошо сделаем, мы получим сюда хорошую наклейку в конце раунда. В конце игры. И сюда хорошую. Если будет что-то плохое, мы получим, соответственно, плохие наклейки, которые будут действовать на всю нашу игру. Потому что в этой игре есть элемент наследия. Также у нас есть лагерь. Мы пока ничего не вклеили, потому что наклейки в демо-версии для лагеря нет. И в начале каждого сценария мы открываем вот такой сундучок, на котором написано эпизод номер. В нем лежат все эти карты, которые мы выложили. И в этом лежат еще дополнительные наклейки, для чего они мы узнаем в конце игры. Такие и вот такие. Не спойлерим. Не спойлерим. А здесь, кстати, я не скажу, что в демо-версии они будут немного другие, не такие, как в финалке, кстати. Поэтому, да, еще один момент. Если вы не хотите спойлеров по сюжету и заказали себе добро на гикстартере, я рекомендую не смотреть, потому что, скорее всего, сценарий будет очень похожим или идентичным к тому, что будет в финале-версии. Вы услышали мое предупреждение. И теперь начинаем. Давайте начнем с меня. Я Элеонора Мансард. Видишь, отыгрывался? Я преподавательница истории в Парижском университете, но мне очень плохо сидеть за столом, мне надоедает учить учеников и мне хочется приключений. При этом я знаю, что мои знания могут пригодиться в далеких экспедиций, и поэтому я отправлюсь в Дельфин Египет по совету одного из своих друзей, который записал меня в группу исследователей, которые должны были раскрыть секреты древнего Египта. В моих своих предыдущих приключениях я нашла себе веревку, и на ней написано, что рано или поздно она мне точно пригодится. Кто-то раз она может пригодилась. И у меня есть кнут, как у Диана Джонса. Мальчикам по вечерам я показываю, как это работает. Также за опыт вот этим двум. У меня монтировка есть, и что? Ты тоже мальчикам показываешь, как это работает, да? Да. У меня есть за опыт, я уже купил предыдущих в своих странствованиях специальный карточку опыта. И она позволяет мне крестики на кубик, а считать книжками. Короче, очень умная дама. Кто у нас такой Франк? Франк у нас здоровый мужик, который вообще безумно шарит в технике, во всем разбирается. И один раз, когда он собирал свою очередную супермашину, ему отрывало руку, но он не растерялся и сделал себе механическую руку. В общем, у него теперь протез, у нас руки рабочие, прям к лишням, здесь можно посмотреть. Короче, вам нужна грубая мужская сила или техника, это к тебе. Это к нему, да. У меня есть доспехи, которые дают международные брони, Для жизни, да. Для жизни. И монтировочка. И монтировочка, которая позволяет мне кидать врейт бой на один побег больше. Но я уже получил себе травму в прошлых эпидемии. Телефин, Галт и Блуде Айс. Окровавленные глаза. У тебя кровь из глаз идет. Кровь из глаз идет, поэтому я могу только один раз искать себя за... Ты увидел плохой перевод игры, и у тебя пошла кровь из глаз. Это шереп перевода, но другой. Серега. А, погоди, погоди. У меня есть опыт, опыт, опыт. Я, если должен получить ранку, я кидаю кубик, и если выпадает зелененькая штучка, это... Если я живу 33%, то я не получаю эту ранку. То есть ты криткий мужик. Да. Вдруг пришло. Еще я могу монстров притягивать к себе в клетку из соседних клеток. Такой дым. И они ко мне припал. Ну, может, клешня такая оттуда, хоп, на цепочке. Кому в эфир? Когда зелененькая штучка выпадает, ты не можешь ранку получить. Не-не, он дополнительно бросает кубик, если получает рану. И на зелененькую к нему, он ее типа оббивает. Это цвет просох. Ну, типа того. Да, лично. Серега, ты кто? Я буду играть за Риата Аджиба. Миджай. Это легендарный Миджай, Дитя пустыня. Я постоянно путешествую по пустыне, знаю ее как свои пять пальцев, и я решил за этими европейцами приглядеть, чтобы они лишнего не нотылили, и сокровища остались в целости. для сохранности, но при этом интересно изучать свои родные земли и находить в них что-то новое. Это помните, как в фильме «Мумия»? Помните, был фильм такой, с Барменом Фрэйзером? К ним там тоже Миджай присоединился для того, чтобы они ничего плохого не натворили. А то нажмут на какую-нибудь кнопку. И пробудят древнюю мумию, да? Давайте попробуем не пробудить древнюю мумию, потому что игра очень классная. И она очень простая по правилам. Да, и у меня есть замечательная копьё. У тебя есть копьё, расскажи про него. Легендарное, видимо. Да, у меня есть легендарное копьё, оно позволяет мне более точно попадать своих врагов. Ещё и у меня есть отличный спин по прокачиванию. Я могу, находясь на своём северной комнате, например, с Юрой, одолжить его вниз. И одолжить вообще любой... Навсегда? Да, не навсегда. Использовать. Угу. Дай теперь я. Ещё у нас есть такие вот рюкзачки. В них есть предметы, которые не выкладываются на планшет персонажа. А также у нас там копятся специальные жетончики, вот такие вот с мумиями. И это плохие жетоны. Я про них расскажу попозже, когда мы начнём играть. Итак, давайте приступим. Каждый раунд у каждого игрока есть два действия. А фазы врагов здесь как таково не существует. Поэтому игра очень динамическая. И играется динамичная. И играется очень быстро. Давайте я начну. Просто просто поговорим о всех, как работают игру. И у нас на планшетике, вот так вот здесь посмотреть, у нас в принципе обозначены все четыре вида действий, которые мы можем делать. Это мы можем исследовать. Можно проходить проверку не с локацией, да? Можем помогать оппонентам. Ну, не оппонентам, а друзьям. Но в демо-версии это действие не используется. Можем атаковать и можем ходить. Давайте как раз вот я и начну с того, что я попытаюсь выяснить на окраине деревни, что же здесь такое происходит. Я беру вот этот жетон и тяну карточку соответствующему этому жетону. Здесь написано. Песок обжигающий, горячий. Он забирается в него ботинки, когда я копаю. На меня, мне на шее выпрыгивают змеи. Обалдеть просто. Положите три клубка змей. Хорошо, он хорош с начала, да? Да, да. Вот кубки змей. Вот, вот кубки змей. Три клубка змей. И немедленно проведите бой. Если я убью хотя бы одну змею, я потяну специальную карточку. Давайте мы это отложим здесь. Вот, и сразу, значит, я вот хотел, типа, немножко раскачаться, немножко, чтобы прошло, как бы, это самое, действие немножко прошло, а потом поступать в бой. Но, видимо, придется сразу, да. Все же, да, я поразу карточку такую. Угу, со змей. Смотрите. Каждому игроку, который находится в клетке с оппонентом, приходит такая карточка. Он его кладет себе сюда. И на этой карточке написано, как конкретно этот оппонент будет взаимодействовать с ним. Так. Здесь написано следующее. В начале хода все исследователи в зоне получают один ждон отравы. Если он у тебя уже есть, ты получаешь себе ранение. И бросаем кубик. Либо, может, не подраться, что мне сейчас сказали делать. На драках ты всегда берешь два кубика себе. Я могу перебросить один за счет хлыста. И будем, соответственно, смотреть, что я сделаю со змеем. Хлыстать змей? Да, я буду хлыстать змей. Я победил две змеи из трех. Здесь на галочку написано убери один кубок змей. На восклицательный знак я бы убрал один кубок, но при этом получил бы себе и передвинулся бы в соседнюю клепку. А нет, я бы получил ранение и мог передвинуть в соседнюю клепку, что не очень хорошо. У меня был бы лучший, наверное, даже. Или получил бы один жетон яда, если бы я выбросил бы крестик. Давайте это уберем обратно. Змеи – это плохо. Так, если бы хотя бы... Я поднял труп механической змеи. Посмотрите на нее. Вот она, ну, например, сайт. Механическая змея. Пометьте крестиком количество... Клеточку здесь. Сколько змей ты убил, столько и отмечаешь. LOBOOK и Луновас Уитник. Я убил две. Соответственно, могу пометить. Ребят, что пометим? Давайте я расскажу про этотzus. Это специальная запись нашего расследования, того, что мы изучаем про Древний Египет. Соответственно, вот мы поисучали змей, и мы можем продвинуться в каком-то нашем исследовании. В некоторых исследованиях мы будем получать опыт, в некоторых исследователей мы будем получать победные очки, в некоторых мы будем тянуть карточки событий, в некоторых мы будем, соответственно... Ну, это если мы по горизонтали заполним, Если мы полностью заполним эту вертикаль, мы получим дополнительные карточки. В предыдущих двух сценариях это были полезные предметы, вот, например, копьё мы так получили. Поэтому я предлагаю, наверное, начать вычёркивать вертикаль какую-то. Ну, я бы начал ещё и вести к Иванту. Давай тогда начнём так. Здесь вычёркиваем. А Венто – это типа что-то хорошее? Не всегда, но может быть. Может, вам интересно что-то? Ну, вторая, если Венто не ведёт из первого ряда. А как? Зачёркнули её? Не, ну, может, сюда зачеркнуть, она просто с адрес не будет закрывать. А, ну да. XP не хотим? Ну, давай сюда попробуем, нет? Давай, когда Мова подумает. Угу, так, у разных что-то зачеркнули. Всё, зачеркнули, а эта карточка уходит ко мне в рюкзак, и это у них самой написано. Она так написана? Да. Так, у меня есть куски змеи, у меня есть второе действие. И вторым действием я попробую атаковать эту змею ещё раз, как бы, да. Понравилось? Я вдруг её выдержали. Может быть, но у меня есть переброс. Нет, я её убиваю. В бою всегда использую сначала положительные кубики, то есть сверху вниз считаются. Потом отрицательные. Если до отрицательных делов не дошло, то, соответственно, ничего не будет. Я убил ещё одну змею. Они хиленькие, но противные, как видишь, да. Я джетон уходит, потому что карточка для этого ушла. Так. Карту ты уже больше не берёшь. Нет, карту я больше не беру, да. Если это за первый ивент ушёл, мы его сбросили. И продолжаем. Мои два действия закончились, входит в следующий игрок. Подожди, тихонечку, я только кое-что проверю, и мы это вырежем. Так. А то, что тебе сказали атаковать, это не считается действовать, да? Это было в рамках того действия, типа, сразу же проведи атак, экшн. А, вот я вот здесь буду смотреть. Каждый раз мы это делаем. Что каждый раз? А, нет, каждый раз, когда я буду убивать эту штуку, я смогу заколистик сделать. Ну, когда я только. Ну, вот сейчас ещё одну змею. Да, давайте к этому поймём, поэтому вернёмся. А ты хранишь сумки и надо доставать всё время? Ну, ты помнишь просто про это. Итак, эта карточка ушла ко мне в рюкзак. Так, поскольку я убил ещё змею, я смогу зачерпнуть ещё один кружочек у себя в книге. Также у меня в рюкзаке есть аптечка, поэтому если кому-то пригодится, имейте в виду. Класс. Штучки из рюкзака можно использовать всегда. Сейчас мы пометим всё в лбуке. А, кстати, по поводу аптечки. Так, давайте зачерпнём вот эту третью. Да, давайте. Но, к сожалению, эта штука работает только на меня. То есть, если вы будете убивать змеи, нам это не сильно поможет. Я с вами действиями закончил. Серёж, давай тэпик. Я хочу вам напомнить, что я могу лечить себя и свои... Но в одной зоне. Да. В одной комнате. Хорошо. Ты где находишься? Я... Миджай. Миджай Аджик пришёл такой топ-топ-топ сюда и говорит... Ты можешь исследовать вот этот, вот этот или вот этот. Я понимаю, но мне интересно, что за собака... Не собака, а жетончик. Вот этот ты хочешь? Этот, да? Да, египетский собак. Давайте зачитаем. Мы, соответственно, тянем жетончик соответствующей картинкой. И здесь написано. Ты стоишь перед странным зданием. Оно кажется абсолютно закрытым полностью и монолитным. Но тебе кажется, что можно попытаться копнуть перед ним, чтобы найти проход. Ну, то есть ты сам понимаешь, если здесь монолит, то, наверное, где-то под песком может быть вход. Возьми четыре кубика исследования. Перед тем, как бросить эти кубики, ты можешь взять любое количество жетонов судьбы. Это плохие жетоны. Давайте мы про них расскажем теперь отдельно. Разда не дошли? У них считается такая вот идея во процессе игры прямо рассказывать правила. Вот такие жетоны. Эти жетоны мы можем брать каждый раз, когда у нас выпадает символ мумии на кубики. На любом причём, на беликом или на чёрником. Для того, чтобы сделать его любую граню по нашему желанию. Но эти жетоны уходят к нам сразу в рюкзак. И в компании, в полноценной игре они будут нам делать всякие гадости. Здесь пока, кроме того, что это таймер конца игры, у нас не было никаких пока гадостей. Но это не полноценная версия, это демон версия, поэтому посмотрим. Я бы не рекомендовал их, наверное, брать, но так далее. Ну да. Сколько ты их возьмёшь, столько у тебя будет реронов. Угу. Итак, после того броска, если ты выбросил хотя бы два факела, ты возьмёшь отсюда карточку с карамеем. Если ты не выбросил два, ты возьмёшь отсюда карточку с архом. Блин, а факелы тяжело выкинуть. Ну, одна грань, как у всех Сталинксимонов. Может, я дворе ролла возьму? У тебя если будет этот самый, если будет у тебя мумия, то ты можешь его на факел применить. И у тебя была какая-то карточка с факелами, по-моему. Или это не у тебя? Нет, я от неё отказался. Не стал такой, да? Я не знал, что такое будет. Блин. Один. Решайся, Миджай. Ну, давай я возьму... Ты очень осторожный, да? Один релоп или... Регер? Да. Один... Серёжа возьмёт себе одну переброску за один жетончик. Бросай кубики. Четыре кубика. Факел ни одного, да? Ну, перебой сначала заслужил, да что-то. Что-то одно. Да. Так ты профиг, что. Нет. Не помогло. Тогда мы тянем карточку с Ангхом. Вот как выглядит эта карта. Вот он, Ангх. Читаем. Ты копаешь песок в основе этого здания. Вдоль стены, сколько можешь, как бы очень долго. Но твои нелепые попытки и ужасающая жара не помогают тебе никаким образом. Положи два клубка змей в твою зону. А-а-а. Глупая змей. После этого, вычеркни любой символ по твоему выбору. Ты, кстати, ещё вычеркиваешь из этого символа тоже там. Да? Да. Потому что бросал. Книжку и... Книжку и лупу, да. Ну, отличный. И ещё один символ по твоему выбору. И ещё один символ по твоему выбору. Это хорошо. А также положи один жетон ранения на это здание. Ранение на здание. И оно рушится. Я его откопал? Если это третий жетон ранения, мы достанем ещё один панк. Олег. Мы его откопаем. То есть неудача, но типа... У тебя второе действие осталось. Блин, надо было мумии брать. Но... А второе действие я буду играться со змеями. Я не хочу, чтобы они у меня уграли. Берут новые змеи или... Да, ты берёшь себе змей. Своих. А чем они отвечают? Они у них... У всех в начале хода разное действие. Они по-разному взаим... Они по-разному действиям. Соответственно, у меня змеи все умерли, поэтому они переходят в такое положение. И со мной будут только такие змеи. Окей. Держи. Отлично. Они перед тобой. Все же, там все написано будет на начало хода, может быть, потом почитать. Ну давайте... Ты хочешь не метраться? Ты берешь два кубика, и у тебя копье тебе что-то дает. Копье считается за специальные знаки за попадание. Отлично. У меня головной третий не выпил. Убил две змеи. Молодец. Но твои змеи, к сожалению, там не вычеркивают. Ничего. Но хотя бы они меня не нравятся. Так, ну что, все? Да. Моя удача-неудача начинает? Да. Давай, смотрите, изучаем, что это такое. Изучаем анг. Попробую. Яркое отражение на земле. Ты нашел предмет. Давай я зачитай опять. Ну я там... Вы видите блеск на земле, и он привлекает ваш глаз, ваш взгляд. Вы находите медальон, на котором изображены змеи. Похороненные в песке. Они похожи на тех змеи, которые вы уже видели в пустыне. Ну, оказывается, сегодня. Если змеи в игре нет, возьми два жетона судьбы и положи эту карту себе в рюкзак. Все. Видимо, для чего-то она будет нужна потом. А если не было? Если было, то бы не клал бы себе эти жетоны. А вот эти штучки уходят? Да, эти штучки уходят. Ну, окей. Ну и что? Я тогда иду сюда, потому что... На втором действии я опять пошел туда. Итак, начинается мой ход. Сначала я применяю эффекты, которые будут выглядеть в начале хода. У меня змеи нету, поэтому таких эффектов нету. Они бы сделали свои действия, но их тоже нету. Я могу перестроить что-то у себя в инвентаре, но этого тоже нету, и поэтому я иду сюда. И я буду изучать, что же здесь такое дальше. Надо посмотреть, где они происходят. Конечно. И вот на этой карточке. Событие. Ты замечаешь, что на стене есть трещины в нескольких местах. Прикольно, да? Это что я не течу. Да, учитываю. То есть, в то раз учитываю. Ты стараешься пробить в них отверстия. Сколько ты времени хочешь потратить на это? Либо нисколько, либо побольше, либо еще больше. Взять ноль, один или два жетона. Ну давай два. Мне кажется, что два плохого. Давайте один, мне кажется. Я уже два взял, но я не знаю. Давайте один я возьму. Золотая середина. Но мы потом еще потратим на фига, чтобы пробрать. Видимо. Золотая середина. Так. Я беру анубиса. Там змей. Сейчас тут змей полезу, сто процентов. Видите, у нас уже есть выбор, да? Как бы делаем выбор. И от этого зависит, как мы дальше двигаемся. То есть, можно даже сократить себе время. Но, в основном, не очень бы хотелось сокращать время для нашей партии. Потому что, ну, у нас еще очень много не исследованного. И там, учитывая предыдущий опыт, здесь может оказаться еще одна дверь. И она может повезти нас еще куда угодно, да. У нас вон, смотрите, комнаты еще дополнительно такие есть и такие. И даже есть одна большая комната, которая как две вот этих. Вот-вот. Так. Поставь два клубка змей в свою должность. А ты ждал что-то другое? Если с тобой есть другие следователи в зоне, то, как бы, они уходят из этой зоны. Пометь любой символ в лоутбуке. Давай мы закроем факел последний, Сереж. Угу. Положи маркер ранения на это здание. Если это третий, открой карточку. Но он не третий. Ну, у тебя даже не осталось с ними возможности посражаться. У меня не осталось возможности с ними посражаться, но мы открыли штучку и я тяну карточку. Покажи Сережу ее пальцем. Чтобы столбить запомнили. Да. Ну, карточку. Вот. И мы тянем карточку. И это опыт. Вот. Несмотря на опасность, которую наши исследования представляют собой, мы заворожены тем, что мы находим. Змей? Мне очень хочется открыть все секреты этого тайного места. Это карточка специального опыта, называющегося взгляд ястреба. Теперь, каждый раз, когда я бросаю кубик исследования, я могу использовать крестик как джокер. Ну, если как джокер слышит практик кубики. Ну, да. Это не очень хорошо. Зато проверки. Ну, вдруг что? Да. Окей. Это карточка опыта. Ну, и все. Ты заканчиваешь. Да, я закончил. В начале... А, мне опять пришли змеи. В начале входа будет проблема. Ну, я может тебе помогу чуть-чуть. Здесь еще смотрите, какая интересная тема есть. Если вы будете делать со змеями исследования, они будут вас отравлять. Это меня, по крайней мое змеи. Если вы будете пытаться выйти, выход стоит два действия. Серёж, у тебя там такая же есть штука. Ты змеи всех уничтожил, да? Я уничтожил. Давай начнем с тебя. Продолжаем. Вот вопрос. Доломать здание? Мне кажется, что взять два жетона и гарантированно зайти через щели лучше, чем... Какие два жетона взять? Ну, я думаю, что ты можешь еще раз... А, у меня больше нет. Все, это ушла штука. А, ничего себе. Тогда мне нужно копать, иначе мы никак не попадем. Ну, тебе надо либо этот жетон проследовать, либо этот. Тот жетон, который ты сделал, уже ушел. Ты понял, что это бесперспективно. А-а-а. Ну что, Серег, Миджай, куда пойдем? Миджай пойдет... Я буду исследовать большой храм. Вот это, да, здание? Да. Себя кого зовут? Анубис. Анубис. Эта дверь закрыта намертво. Открыть ее невозможно. Положите эту карточку обратно в колонну. А, что ты пишешь, куда надо обратно? Угу. Ну, чего себе. Ну, ходи, ходи, кучерявая. Да, иди дальше. Первое действие, мы пойдем тасоваться за европейцами, возможно... А ты можешь с вами... Тебе действие надо потратить, чтобы притянуть чуваков к себе? Это я притягиваю. А ты притягиваешь? Ну, я действие притягиваю. Ну, ты, может, притянешь их к себе и убьешь их? А если не убью, тогда мы будем получать... Нет, я в следующий схожу, приду и убью. Хорошо. Ну, это звучит как план. И мы все будем тасоваться за змеями. Ну, давай, давайте. Притягиваю к себе всех с первым действием. Вторым дерусь, у меня на них будет больше. Сверху. 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 Вот это что-то же есть. А, как раз, ничего нет, да? Давай посмотрим, что с тобой змеи делают. Открой. На восклицательный знак, смотри, что там. Получаю царапину и подмиксим. Ну, короче, ты получаешь две царапины и двигаешь их. В соседнюю зону двигаешь. Но! Гляди, я когда получаю царапины, я могу убить. Да, ты можешь бросить кубики специальные. Окей. Я могу одну, но все равно убить, чтобы волосы не получатся. За что, как ты ее убьешь? Ну, вот же у меня выпало. Не надо тратить штоны на это. Хорошо, ладно. Ты просто их подвинешь куда-нибудь и все. Хорошо, то есть я тогда кидаю за первую царапину. Два кубика. Нет. И за вторую царапину. Да. Одна царапина всего. Ну, пока терпимо. Без яда? Без яда. И выгни их куда-нибудь, они же уходят. Давай вот сюда. Мы все равно с ним не бросаем. Я согласен. Что? Механические изменения, они там уже не отрубились. А, они при этом урон не получают. Они при этом не получают урон. И ты переворачиваешь карточку вниз лицом, потому что их с тобой в зоне нет. Так. И у тебя есть 2 действия? Нет. Первым притянул, вторым пошел. Окей. Тогда я иди сюда. И попробую узнать, что здесь творится. Привет, ребята. Я рада вас видеть. Наконец-то. Мы встретились в центре деревни. Угу. Зачем пошли с разных сторон? Неизвестно. Видим, чтобы собрать всех змей. В любом приключении герои должны разделиться. Я наш... Да. Я же известный археолог. Я изучал много чего. Много чего. Я преподавал в университете. Как Интеран Джонсон. Хорошо. У меня даже хлыст есть. Теперь у меня есть... Не только чтобы делать вам больно, ребята. Но теперь я могу его делать приятно. У меня есть кисточка для археологической. Позволяет перебрасывать мне один кубик крестика, выдавший на исследовании. Это на поиске. Ну это на поиске. Да нет. Да. Неплохо запасся. Я все. Белый весь обвешен. И Леонора. Я попрошу. Прошу прощения. Давай, Миджай, что ты делаешь? Я не Ольга, я вот так. Миджай скачет по пустыне. Тадык. 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 И в какую комнату ты хочешь? А вот угадайте. Я, наверное, пойду в Ультрамарскую, да. Угу. И мы тянем специальный жетончик с таким символом. Специальную карточку вводим. В эту дверь уже кто-то врывался. Она сломана. Ты открываешь ее осторожно. И перед собой... Убирай. Жетончик убирает. Выходит. Дверь открыта стоит, соответственно. Ты видишь члена секты, который ковыряется в мертвом теле. Он поет странные песнопения. Поставьте туда Зелота. Туда куда? Туда. Прямо сюда. Как указано картинке. Это все. Но ты не зашел. Ты открыл дверь? Ты увидел, что он там... Когда ты открываешь дверь, ты сразу заходишь туда. Ааа. ЗВЧ. Здравствуй Зелот. Все. Как бы ты... Да. Он лечит себя на единичку в начале ухода. Сколько у него жизней? У него две жизни. Если это невозможно, то есть он полностью здоров, то он тебя царапает своей крестной лапой, которой ты не ковырялся. Я понял. Ну и пока ничего не происходит. То есть они сражаются? Не. Они действуют в начале ухода. Ну ладно. Но в общем он меня нанесет ранение. Спасаешь? Я предлагаю провернуть фокус Скорпиона. Ха-ха-ха. Что? Пришел, потянул. Как бы я пришел, добил. Ха-ха-ха-ха. Ну давайте, не будешь подушек кармана. Боевая девушка. Пчху-пчху-пчху. Раз. Два. Угу. Ты тоже берешь в себя карточку Зелота? Да. Посмотри, что делает твой. Ну я иду сюда к нему. И тоже беру в себя карточку Зелота. Ха-ха-ха. Посмотри, что делает мой. Ну в начале хода. Ааа. О. Передвигается из соседней зоны в эту зону. Ну может у него не будет никакого хода. Если нет, то нет. Но у него две жизни какого. Мне надо на две жизни все-таки нанести. Пола урона. Давайте попробуем ударить мое второе действие. А давайте. Хорош. Я могу перебрасывать. Кубик один. А загадите стой. Что он наносит? Просто урон не нанести. Он не нанесет урона. Все. Ааа. Он корпоративный. Нет, все равно. Ему один урона и мне один урона. Дайте мне одну и ему одну. Ну что ж, поскачем со своим копьем наперевес. Добивай чувака. Ну то есть первый урона, второй ты стойкинешься. Угу. Да, вы пойдете, потом вы следуете просто. Другого. Другого. Вот они. За другого горой. Это я защитываю за попадание здесь. Ну и все. Его достаточно. Да. Зелот отъехал. Переворачиваем зелот отъехал. Это благодаря моему мега мощному копью. Так. Я не могу много исследовать. Может я вот сюда посмотрю? Давай. Почему бы нет? Давай посмотрим. Пытаемся открыть одну дверь, да? Да. Мне кажется две кнопки надо нажать. Если решите войти, используйте вот такую карту с глазами. Угу. Если нет, то можешь остаться здесь. Вот видишь? Здесь тебе дается выбрать, войти или не войти. Ну и здесь ты это уже потратил. Да конечно. Все. Ухожу, раз потратил. Заходишь? Ну конечно. Открываем карточку с глазами. И там кровоточащие глаза. Читай. Получите одно... Да ну что ты... Мы же играем в сюжетную игру. Сначала сюжет. Нет, тогда я что-то не знаю. Флинг. Не знаю кому это было. Ты распахиваешь дверь. Чтобы удивить своих врагов. Твои глаза открываются широко, когда ты видишь отравленный нож, который летит прямо в тебя. Жесть. Возьми, получи один скрэйч и один яд. А насчет скрэйча? Нет? Не получил. А яд? Наверное. А яд это... Если у тебя есть щит или кусок брони. А если у тебя нет щита или брони. У тебя есть броня. Есть. Поэтому не получи. Не получил. Класс. Что дальше? Напротив. Как? Символ птицы? Не в ней символ. Вот этот вот. Нет. Вот этот. В этот вошел. Нет. Здесь мы стоим вот так, чтобы для красоты было. Чтобы всем все видно было. Дерусь я с ними. Давай. У тебя огромная монтировка. Бедные культисты, да? Да что-то не бедные. Смотри, что они тебе делают. Получите... Что они делают? Что они делают? Скрэйч, скрэйч. Ну то есть два скрэйча и... И один фейт токен. Это вот этот. Да, это плохо прям. Это хуже скрэйча. Так, я... И не отбил. Два урона тебе. Жесть какая-то. Ну да ладно. А токен за кашу? Так, давай. Знак. Ну да. Он два раза бросил знак. А, окей. Ну просто дерешься с ними как бы. Так, ну что, надо... Мы раскакали с ними драться. Надо помогать, видимо, нашему... Чувствую вообще жесть какая-то. Механорокому Франку. Я зайду к тебе. Кубиков больше, а... Так, ребята, мальчики, что вы делаете? Вот вам мой хлыст. Чувствую. И вот отъехать можешь? Нет. Тут нельзя отъехать, тут травму получаешь. Слушай. Один. И вот это мы перебросим. Не перебросили. Одного мы убили. И один есть. Не, 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 не убили же. Одну рамку. Одну. О, у них же еще две жизни. О, какой надо. А, вся надежда на тебя, Миджай. Миджай. Скачет. Тыгдык, тыгдык. Меджер, ты сейчас. А что на компьютере делает? Точность. А, да. Ускорили знак или скулку, да. Ну, мы сейчас посмотрим. Главное, крестик не убил. Ну, одного ты добил, а второго, я думаю, можно оставить тогда, пока не делать ничего. Давай. Вот это вот убил. Ну, давай. А чего не сделать, видите, вначале скулка? Передвините одного. Ну, вы так с ними дерете, что можно рамку нанести. А, он отсудит просто, типа. В принципе, меня устраивает. Как рамку ему добавить или нет? Нет. Не надо, он от нас уйдет. Эти же тонны, как бы, у нас не так много. Так, то есть, он от нас уходит. Началькового ухода, он от нас уходит, да? Да. Типа, культисты, они не очень любят драться, и поэтому он сбежал от нас просто. Что, в принципе, нас довольно-таки сильно устраивает, мне кажется, да? Карточки перевернули все свои. Да. И петь ходи. Ну, изучаю. Дверь дальше? А, эту хочешь изучать? Ну, не хочу. Кнопки нажимайте. Дверь не понравилась. Ну, здесь кнопка тоже может быть, смотри, она там на дырочке в полу нарисована. Тут нельзя никак отдыхать или что-то. Нет. Но у нас может полечиться, у нас есть метод. Мы вот здесь, может быть, вмазать у нас. Он за нами не пойдет больше. Но мы здесь не исследовали. Ну, когда придем и поисследуем. Я просто сейчас, если я тут исследую, я все, как бы, мне... Поисследуешь дверь еще? Не могу, у меня только одно исследование вход. А-а-а. У меня глаза налитые кровью. Ну, даже не знаю, а тогда. То есть, я могу выйти и с ним подраться. У тебя глаза налитые кровью, ты должен драться, наверное, да? Нет, смотри, какой прикол классный. Ты можешь пристегнуть, выйти и он опять убежит. И ты его прогонишь просто от нас. Он просто видит, что у тебя кровью в глаза налитые, да? Да, давай, следуем. Окей. Это же такой символ, правильно? Да. Каменный амулет. Так он круглый. А этот... Черный. А, черный. Нет, это главный фон. Точно? Ну, такого нет на зеленом фоне больше. А, есть. Вот такой, блин. Это зеленый, это награда. Важно, да. События. Ты обыскиваешь комнату и натыкаешься на какую-то трубу, из которой идет очень высокий звук. Добавь два клубка змей в эту зону. Какого они хотим? Ну, ладно, я хочу найти теперь, чем заняться. И передвинь к нам ближе на два, любые два клубка змей и зон, где нет исследователей. То есть эти вот перешли к нам сюда. Раз, два. Да, они в этой миссии уже ходить начали. Это круто, потому что в предыдущих миссиях они не двигались. Ну, видимо их события. И по ивентам это круто. Все тогда? Ты можешь исследовать трубу, если хочешь. Если хочешь, исследователь в этой зоне получает одно ранение, а за каждый клубок змей. После этого бросаешь три кубика и записываешь результаты в книжку. Ну, блин, то есть сейчас два ранения получить? Угу. Это стремненько что-то. Может, мы запишем, типа, результаты трех кубов в книжку? Ну, там написано любой исследователь. Ну, блядь, у тебя одна жизнь. А любой исследователь? Нет, нет, ты. А, нет, любой исследователь получает ранение, да. Ну, давайте я. А зачем? Полечусь. А, ты можешь лечить. Да, я могу. Ну, в принципе, будем... Ну, дальше уже продвигаться. Или может, ивент уже какой-то потянуть. Ну, кто? Что там надо выкидать? Просто три кубика выкинул и результат записал в книжку. Все. А в трубе что находишь? А в трубе ты исследуешь саму трубу, типа, что это такое, почему такой звук высокий. Ты, типа, проводишь исследование у храма. Ну, давайте. И записываешь себе результаты в книжку. Ква уролы получаешь? Да. Хорошо. Вольно. Я кидаю три кубика. А где третий? А не я? Нет, нет. А где еще кубик? Блин, сейчас вот... Зря. Ну, ладно. Две лупы и... Все. И не надо вообще ничего. Две лупы нас привели как раз к ивенту в конце игры. Вот. Мы сможем в конце игры еще открыть какой-то ивент. Так, хорошо. У меня осталось это действие. Так, это ушло. Угу. Это ушло. Ну, давайте я со змеями посражаюсь. Блин, я же поменять могу, правильно? Не может поменять, а лучше травму. Ну, ладно. Навсегда, да? Ну, там их снимают между сценариями. Ты посмотри, что два змеи делают. Два змеи на единичку. Ну... Два змеи на единичку. Нет, это не змеи. Это ты смотришь адеку кулькистов. Скречи, ну... Вот. Короче, ты их передвинул отсюда. Две. И пытаешься защититься от двух своих ранений. Так, может, я лучше все-таки один от получил. Зачем? Ты один от не получишь, ты все равно две получишь, потому что ты его без змеи не убил. Так. Так. Ну, вот здесь потрать один и выживи. Если хочешь. Давай. А разве это не дополнительно? Нет. Ты на любом кубике бросаешь. Все. Нет. Окей. Вот так он получает травму, когда заполнен? Нет, так травму не получает. У тебя на четвертый путь. Просто если бы я сразу потратил, я бы... То было бы то же самое. Нет, я бы змею убил. Просто змею предыдущую убил бы за лишний штон. Ну, а так я... Как бы я бросался сейчас. А два. Ты за все равно на тебя играли. Так, ладно. Мне не нравится идея вот ползти туда. Поэтому я, наверное, открою следующую дверь. Я открою следующую дверь. Да мы не выйдем из-за шанса. Ну, может быть, там будет другой выход в ту комнату, например, не знаю. Да, был бы классный. Ой-ой-ой. Что такое? Дверь открывается в большую комнату. Там колонны. Походу у меня на высоте. Там стоят столы. И на них находятся плашки. Ужасные вещи твои здесь с их обитателями. Там все наполнено кровью. А сколько большая? Обитательные плашек? Вот такая. Класс. Ага. Все-таки да. Все-таки да. Ну. То есть снаружи мы ее не видели, что здесь стена вот. А может быть она под землю пошла? Под землю. Не. Так. Поставьте змей. Четыре штуки сюда, четыре штуки сюда. Да. Я больше змей могу уметь. Скоро закончится. И там у нас вот эти штучки-жетончики. Вот такие. У меня и закончились. Я и закончились. Ну слава богу. Ну давайте какие-то другие жетоны. А в игре как ставится? А нет, ну нам пока хватает. Нам пока хватает, да. Ну это хорошо. Я думаю больше их. Просто в других играх говорят, если нет, значит нет. Двери там нет. Ну а она скорее всего просто по событиям. Может быть у нас в прошлый раз было, что мы по этим штукам находили тайны рычаги, которые открывали нам двери. А они обе лежат в одной клетке? Да, обе лежат в одной клетке. Вот смотрите. Угу. Насколько будет опасно змею? Так, давайте я посмотрю, как медоптичка работает пока. Так. А сейчас кто ходил? Сейчас ходил ты. А сейчас ходил я, это было бы мой первый действие. Я сразу скажу. О, боль. Так. Дерись с ним. А, птичка убирает травму если что. Это прям вообще отлично. Надо убирать, надо бить чуваков. А, ну зато в этом честно никого нет. Бьем змей. Ты можешь одевать. Я могу эти перебросить, да. Класс. Какая боль. Ну что, я получил одно ранение. А, да. А ты не хочешь джокер использовать? Нет, не хочу. Они пока мне ничего не делают. Они тебе просто фейт получишь. А, они позже. Один поизон токен. Поизон токен, по-моему это плохо, да? Угу. Понятно. Да, если он у тебя вроде как есть на... Не, они мне будут скрыть просто давать. Ну ладно, я отравлен слегка. Он в начале хода тебе дает скретч? Да. В начале хода он мне будет давать скретч, если я должен был получить. Ну да. Ну ладно, что делать. Печалька. Ванин, а вот вопрос. Может ты от них можешь убирать? Могу за два действия, но только зачем? Куда мне бежать? Здесь заперто культистом, который змеями управляет. Здесь кругом змеи. Мне кажется, тебе надо спасать даму. Отличить себя, отличить Петя и отличить даму. Если вы понимаете что мне. Мне кажется, что мне будет проще получить травму и потом полечить ее аптечкой просто и все. А все они скретчуют? Когда ты получаешь травму, все скретча с тебя снимаются. Ну ладно. Мне кажется, что Петя будет так же делать, потому что у тебя тоже есть аптечка. У меня даже выгоднее нет. У тебя тоже есть аптечка. А у меня нет аптечки. А, нет аптечки, да у вас. Иди и бей их, чтоб Петя пришел и добил. Нам надо каком-то зачить постараться. Ну давайте я попробую. Давай. У тебя же копье классно. Он двух добьет. Двух добьет. У него же высказанные знаки считаются победами. И Петя, давай ты туда же. Мне кажется так надо. Ну да, но я кубы кидаю. Давай, ты сможешь. Ну одну убил. Одну убил, да ладно, убираем. И два скретч получил. Одна, нет. Пользовый токен. Один скретч. Так, ну ладно, погоди, скретч мне давай. Я скретчу, может отбил? Нет. Все, у меня еще одна травма. Нет. Еще один. Еще один. Нет. Ну ладно, так, а я мог бы ее в другое место отправить. Он к тем, к пяти, чтобы пять было. Да в принципе ничего бы и нет с другой стороны. Да не надо. Мы все-таки не будем убивать. Все, ладно. Ладно, поиграно, да? Да. Погнали дальше. Я тогда начну исследовать господа, у меня хорошо с исследованием. Угу. Угу. Ну, одень на одну. Да нет, она должна. Ну, это же фототехи не забывайте опять же, да? Нет, нет, она толщина как раз на два. Ну, тогда я попробую поисследовать вторую, вторую символ. Угу. Что-то у нас в кружочек, да? Угу. Я приближаюсь к сокровищу. Что буду? И одна из плиток, на которые я наступаю, издает клик. Клик-люк. А на задней стене открывается люк, в который начинает бежать песок. Да, мам. Угу налево. Люк и все нечегородцы. Убейте всех змей, которые есть в этой комнате. А, видишь, все-таки надо было ее к этим отправляться. Поместите туда песок на пол. Прямо насыпать. Открывайте. И положите атмосферненько. Да. И положите следующие штучки. Вот это здесь. А вот это здесь. Я хороший исследователь, я хороший исследователь. Это мы уже исследовали, поэтому понятно, что она просто откроет. Так, вот этот хорст. Она откроет еще больше? После этого поместите исследователь, где они стояли. И возьмите карточку со змеей, такую коричневую. Подожди, можно ли? Конечно. В случае, а зачем она здесь? Она еще больше пускатывает? Просто если бы мы не нашли, например, там эту штуку, то мы бы открыли дверь, и эта штука откроет. А, эта штука откроет дверь. Так и дверь уже открыта. Ну все, да, нам она не нужна уже. И первый раз я вижу такую карточку в игре, она черная. Я надеюсь. Написано, застряли в песке. Вся комната засыпана песком, и вы видите, как он двигается. Походу, там полно змей под ним. Да, опять. Оставьте эту карту рядом с комнатой, которая происходит, чтобы исследовать, соответственно, чтобы использовать ее как памятку. Эту карточку положим сюда как памятку, как они сказали, чтобы она не мешает степить. Короче, пусть лежит здесь. Когда будем драться, если выпадают такие символы, будем смотреть, что произошло. Ничего не было. Лишние кому штуки, ну да. Мы застряли в песке. Это были мои два исследования. Сереж? Ты полечить, скажи, сам. Ты хотел всех полечить? Да. Возьми, я здесь, скажи, что, тяни в ладонь и протяни мне ладонь. Типа, ты будешь играть в какую-то? Нет, не в какую, я в одну ладонь за пески. Я лечу тебя. А, что случилось? А ты один раз этот заход можешь делать? Нет, могу еще. Полечи еще. А, так надо было. Получишь еще одно ранение, давай тогда еще игру. И мой ход закончился. А ты вот иди и следуй дальше. Иди с вами глазами, смотри, что там происходит. Хорошо. Опять очень веселая игра. Ну хорошо. Так, что там? Змея на рисунке, да? Да. События. Несмотря на опасность, ты копаешь песок и выкапываешь несколько иерогликов. Еее. А, потратишь ли это время на то, чтобы изучить их, несмотря на то, как опасно это место? Брось один белый кубик и запиши результаты. Или, получи одно ранение, брось два кубика и запиши результаты. Или, получи одно ранение и один жетон и брось три кубика и запиши результаты. Давай два ранения. Подожди, а у тебя яд, что тебе делать? Что яд делаю? Яд делаю каждый раз, когда тебя просто будет ядом бить, ты теперь будешь получать те самые жетоны ранения. Яд надо отсосать. А он занимает место? Если тебя змея укусила туда, то ты сам можешь. Йо, он занимает место? Кто? Яд. Нет. Ну всё, тогда я два ранения получаю. За два ранения. Нет, ты за одно ранение и один жетон... Нет, там было уже за два ранения. Одно ранение, тогда два кубика. Просто один кубик. Одно ранение, два кубика. Или ранение и жетон, тогда три кубика. Всё, ну два ранения, два кубика. Ты б leagues ранение сначала свое. А? Ты ранение отбить можешь. Ты же крепкий. шестеренку закисываем, окей, ну конечно, символично, что я шестеренку выкинул ты просто проследовал шестеренку, что ли? происследовал комнату, да а как выбросы-то? а, двери надо посмотреть во-первых, у нас здесь дверь открытая, как бы, вот так сказать, надо упротить сюда ну да, дверь открытая а здесь открытая тоже дверь? нет еще, там уже там лежатончик ну я пойду тогда изучать дверь, я же люблю изучать двери, да? да, чтобы жопа была полная нам совсем вот он как раз если у тебя или исследователя с тобой в комнате есть змеиный медальон в рюкзаке отлично, возьмите карту вот такую, птичка не зря я нашел да, медальон ты не зря нашел ты видишь, что клыки и змеи в этом медальоне цепляются за две дырочки в стене и это открывает дверь и оттуда ужасающий противный тошнотный запах медальон застрял в стене выкидываю? а, да и все? а, белый партнер угу ну и что, да? так поместите жетон скрабея вон там, туда там же, вот сюда вот там должен быть все готов нет, наоборот ааа все правильно не, может написано типа поместите этот и этот в первую зону а этот во вторую все правильно нет, тогда видимо как написано даже да все вот эта проблема конечно прототипов игр перешел туда да и там больше ничего нету вот ну все как бы доходя туда доходя туда, да ну угадайте, что я делаю по песочку по песочку на давайте жука синего жука? синий жук синий жук о, ты нашел противоядье Позволяет тебе сбросить жетон яда с себя или ты можешь его оставить в рюкзаке сходишь? Ну зачем? Она вот такая, смотри, жетон яда, ты хочешь себя скинуть? А она на гнература? Нет, это действие помощи, ты сможешь в тебя насочить. А, все, ну я тогда... Все, это два действия твои подразделием. Я сказал, что помощи нет. Как видишь, опа, неожиданно, ну прикольно, смотри, да нет, самого действия помощи не было, а теперь появилось. Тогда будет еще общее действие помощи, которое каким-то образом помогает исследователям. То есть, как я понимаю, может быть это будет что-то типа из-за того, что я в свой ход ничего не делаю, но этот же чехот бросаешь на него больше. Нас же игра сейчас никуда вперед не пушит, я предлагаю буквально один ходик потратить, чтобы полечиться. Это будет нечестно по отношению к игре. Давайте, я хочу исследовать танк. Так. Выдохнуть хочется. Мотыга застряла в металлическом механизме на одной из стен комнаты. Что за мотыга? Не, не вынимай, сейчас стены начнут двигаться. Как будто кто-то хотел остановить шестеренки, которые находятся в стене, от движения. Если ты хочешь убрать ее, возьми фиолетовую карточку с птичкой. Белой птичкой. Ну а потом возьми карточку отсюда. Если нет, то положи обратно ее в стену и этот шестеренок остается там на месте. Я хочу кирку. Ну дайте кирку, ладно. Мотыгу? Да, мотыгу, конечно. Берем мотыгу. У меня, конечно, жизни мало до мотыги осталось, но мы же исследователи. По мне дух авантюризма. Я как бы сидел в кабинете. Все нажать. Я сидел в кабинете. Да, там так в начале. Вы заходите. О, я нашел мотыгу. Там так в начале и было написано. Вы заходите в комнату и там дух авантюризма. Дух авантюризма. Если я смогу мотыгу никому не помнить. Она позволяет перебрасывать все высказательные знаки на атаку. У меня один должен быть. У тебя и так все перебросы. У тебя может, вместо третьего кубика. Смотрите, она реально застряла в шестеренках там. Там стены. всей шестеренки ставь. Это механическая пирамида. Я с тремя кубиками только огребаю больше. Да, Юра, тогда и мотыгу. Ну, это в начале хода делается. Во-в-в-а. В начале своего хода его или моего. Он просто не умер. Ну, ладно. Зато теперь… Я вот еще мотыгу стены. И… Начал пропасть. Птички тут нет. Потому что, видимо, две обложки перебросовали. Сейчас посмотрим, какая из них что. Вот она, да, все правильно. я вытащил мотыгу стены и тяну карточку соответствующую и так как только мотыга ушла шестеренки снова начали крутиться очень громко появляется небольшой туман он выходит из промежутков между камнями в стенах и постепенно заполняет ужас ужасов или ужас ужасный какие-то мертвые тела встают прямо перед вами атакуют и выше и разрушают все что только можно поставьте двух зелотов комнату возьмите карточку с арком который будет нарисован здесь они так можно поставить камняку тоже потому что я могу драться с ними сразу автоматически и откройте эту дверь видите смотрите дверь открыл это было полезно и возьмите карточку с танком это еще не все здание рушится вы шокированы то что она так долго скрывала под собой мавзолей переверните комнату поставьте дверь соответственно туда то есть мы могли просто вначале получить чуть-чуть больше штокенов всякой жести и откопать доход а могли соответственно здесь фишка в следующем исследователь который сделал это может бросить количество кубиков равное количество оставшихся жетонов судьбы но не более пяти записать результаты за каждый крестик который выкинул и как хорошо что это я потому что не крестики меняются на книжки соответственно 5 белых у нас забросали крестик что за каждый крестик мы положили два кубка змейки себе в комнату ну крестиков и так нету мы записываем на две книжки книжки мы закрыли считать это круто полностью два факела 1 факел 2 хорошо я должен подраться этим чуваками чуваки вам как-то потому что у меня так это я поискал нету карточку да я ту не сказал я анг как раз это я поискал и и потом подрался и потом подрался в стороне нет это было первое действие мне за него дали подраться а это прям в самом деле в самом деле было да типа написано смотри а ты сейчас не все я теперь верю типа take the action the explorer can perform fight action immediately то есть сразу же то есть я могу еще раз не подраться получается я одно действие подрался так да да вот это хуже и он мне получает скрэч дает мне скрэч а вот кстати хорошо что я одного убил потому что скрэч я получаю за каждого силу не только мой дает а у тебя можно не так а у тебя так же то есть это должен был уже три раза откопаться один раз один раз тебе два пришло тогда сразу и ты должен был четыре путь там же один заиграна наша польза заиграна давай серёга убей его у тебя классное копье волшебное вернее миджай с копьем миджай с любьем прикольно что в этом самом в ассасин крите предпоследнем где ты по древнему гиппту играл ты играл только за миджая миджай это воины которые людям помогают помогают люди им нужно помочь воин пустыне но это попадание давайте возьмем во попадание и зилы так второе действие ну давайте я полечу того у кого нет да у меня одна травма осталась хотя я не смогу травму получить и аптечку получить и аптечку получить полечиться а это не тебе точно в начале хода я возьми это нету давай печу лечи я хожу я тебя и себя лечу какие вы классные ребята вот куда бы я без вас одевалась я пойду дальше если это знаешь как выглядит типа бегает такая девушка и здесь трубу здесь киркова а погоди в начале хода я тебе даю кочергу скотчей наматываю а это на ней подожди выпей от яда подожди мы тебе бинтик замажем я могу убрать в рюкзак да будем считать что я давайте мы исследуем дальше позволяет это прямо прямо для меня ребят мне кажется я шла как раз к этому через всю эту вот гребаную пирамиду через змей через пески через каких-то странных культистов все для того чтобы найти себе браслетик от Кевина Кевина со змейкой от да от Кевина позволяет мне избегать начальные эффекты которые работают в начале хода от людей от людей то есть зелоты меня не бьют теперь в начале хода ну или там не убегают веревка правда уходит вот сюда а я веревку сюда добавляю а веревка позволяла мне когда-то чем-то пригодится я вот беру ее в рюкзачок а у нас дверь там дверь там нет дверь не открыта теперь у нас появилась эта штука штука а как мы ее исследовали ну теперь мы можем ее исследовать мы побежали ехали у нас еще здесь смотрите целая комната может быть там еще у меня колье будет к этому самому а надо ее открыть а она открыта просто здесь что-то вот лежит такое может быть там рычажок какой-то надо пробраться туда просто через вот эту толпель опять ушла штука так ну и все давай добрый добрый миджай биги вперед миджай лежит дык 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 вылечи меня вылечи меня на пожалуйста ох ребятки все мне за вас открывать а опять пойду посмотрю комнату так это итак вы не уверены но вы открываете стоп ф а где это у нас а вот это не то не та не та не та не та а где это стоп кадр соответственно ищем она была две одинаковые головы которых буквы ф подожди вот она она почему то вот так нарисована точно ли это ф комната мы сейчас проверим это ф комната все правильно я исследую вы не уверены но вы открываете дверь тем не менее вы видите всего лишь чертами огромной змеи через туман в этой комнате и если бы это было все что там было вы также слышите свистящий звук но не понимаете что это конкретно вы зовете других исследователей чтобы помочь вам положите ногу сюда на 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 это не надо это скорпион все исследователи попадают в эту комнату сразу да да видимо такое же такая же способность ноги как у меня ну давай на груз давай исследователи у кого больше всех жетонов то есть это петя в данном случае у нас тянет вот эту карточку то есть всех вот этих вот вот этих вот да а у нас вообще был шанс откопать эту комнату мне кажется было возможно что если бы мы положили когда встретишь жетон то то есть понимаешь было уже два действия у тебя была возможность откопать ее там и у меня здесь через щелку что-то сделать но я пожадился лишнее время тратить и ты там что-то не доделал по этому времени и вот читай то место которое вы только что сквернили явно до этого голос выпил фиолетовое сияние окружает тебя ты чувствуешь его проходящим сквозь тебя ты за что заходить не хотел меня туда втянули этот свет фокусируется на твоем наряжении так сбрось один из своих предметов и два жетона судьбы из твоего рюкзака ну все я тогда сбрасываю видимо монтировку уже извини меня человек который играл до меня и сбрасываю два жетона судьбы это хорошо? ааа не знаю насколько это хорошо но все сейчас получат у нас подмеки ну ну давайте так ну у тебя было первое действие а нет ты дошел да я дошел в начале хода да другой исследователь в моем выбору получает два ранения ну давай сначала жесть ты же заходил выходить от нее нельзя исследовать нельзя ты же заходил теперь теперь Серега начало твоего хода считается что она делает начало твоего хода возьми вы отравлены если бы невозможно добавьте круглок змей ты пока отравил отравил пока что ты ее просто отравил гадюка это походу босс ребят ты сейчас босс отравил босс я хватаю свое длинное копье а вы поняли еще один момент а нет там есть жетончик для исследования я думал что там есть жетон для исследования и мы просто нарвались сюда просто так мы не можем исследовать мы исследовать не можем она нам запрещает вот видите у нас на карточке на символе нарисован исследований нет а помогать можно только через травму да не травму а жетон а у тебя травму а у меня судьбы это очень серьезная у тебя помощь опа сразу руку сломал за помощь что такое инжири ранение ранение это вот та штучка у них это инжири у нас это скрытие типа их мы ломаем а себя мы царапаем ну мы же живые ладно давай два попадания два попадания в ногу твой первый ход да и второе действие он же с копьем понимаешь как это со мной Георгий победоносец у тебя коня нет там сядь на пить он огромный и рукавные нормально блин еще два еще два и босс оберел пока еще меньше начинаем петь удалите один сноб змей из этой зоны и удалите одну рану сноги если это невозможно добавьте один ну то есть полечили на один в эту зону а невозможно ну часть невозможно а ты полечил уже невозможно все равно добавлять клубок змеи блин ну как-то странно то есть не будет то появляться то исчезать змеи она их ждет и лечится ты же знаешь что кобра едет себе подобных а то есть она не полечилась да то есть у нее 4 но она появилась змея угу так я хожу то есть у меня в начале сначала вновь это мы сделали но получать змеи появились уже после они не отыгрываются а в стартовую тюрн видимо отыгрываются наверное все еще стартовую тюрн что там одного эксплорера в этой зоне чтобы получить две сажательные если это не у меня змеи ну ты выбираешь кого чтобы он понравился дважды да жесть давай я пораньше дважды сейчас пить специальные кубики же не специальные броня одно ранение одно ранение да так ну и что я бью эту нагубь да давай у нее одна жизнь осталась как раз у тебя перекидывание восстанавливается хорошее ты убил ее и вторым действием убивай маленькую змейку ты мой герой подожди маленькая змейка умерла за что это отдельная ты по видам врагов пьешь у них уже указана своя табличка так ну давайте возьмите у нас даже никто перекинусь кто это знает или возьми жутон пусть сначала перекинь потом перекинь бесплатно ну давай сначала перекинь бесплатно да а то гляди на пересек один раз перебрасывай еще раз то есть пока что-то другое не укрепило пока не укрепил крестик это может занять все серьезно? да так написано это круто это кирка которую я достал из механической стены ты либо либо врага либо себя она же двусторонний кирку ты видела она такая в обе стороны работает так мальчики вы классные я поисследую левый следы зеленого анубиса читай своё жение да пожалуй кирка лучше чем черепа и жертвенные кинжалы и говорят нам о том что это была церемониальная комната странной секты видимо ее как раз мои видели святое место местные поставили свой лагерь не в том месте где надо было члены этой секты пришли чтобы заставить их замолчать навсегда но они не были достаточно осторожны вы добрались до пергамента который показывает где находится секта Вапорис вы выяснили где ваше следующее место назначения пора вернуться в лагерь и изучить все что вы нашли прочитайте аутро и если вы не перевернули карточку фиолетовой рукой если вы не перевернули карточку с фиолетовой рукой то прочитайте аутро плюс если в противном случае прочитайте аутро минус мы переворачивали ее нет фиолетовая вот это мы видели карточку нет проклятие мы не ловили значит у нас будет аутро плюс а что такое аутро плюс у тебя финалы партии могут быть абсолютно разные мне кажется вот тут вот бывает фиолетовая может быть так давайте посмотрим а если сразу туда зашли возможно тогда вот смотрите здесь вся фишка в чем если вы валидировали какой-то ивент мы их валидировали 2 наклейте сюда наклеечку с ивентом 3 если вы валидировали целый ряд 4 если вы валидировали 2 event row то 5 мы валидировали 2 event row и мы можем поставить на отличку 5 посмотрим что это будет а давай наклеим давай наклеим почему нет ивент 3 ивент 4 ивент 5 зашибись каждый игрок должен сбросить одно сокровище equipment или артефакт а за что к нам пробрались грабители и ограбили нас а что было бы в других мы так хотели ивент именно а где написано сокровище артефакт а но здесь они пробные типа ребят смотрите то есть здесь по-другому было написано что типа все получат какой-то бонус потому что демо версии мы играли типа какой-то бонус мы получили то есть здесь неизвестно точно что было бы каждый игрок должен бросить предметы своего рюкзака а также монет у нас монет вообще нет пока а там следующие продолжения нету это последняя миссия демо сценариев ну то есть мы так же мы говорили и так же вот еще а вот еще смотрите аутро и аутро плюс вот аутро плюс смотрите они выглядят так если бы у нас была плохая концовка то мы получили бы такую с кровью да и наклеили бы ее вот сюда давайте наклеим так же наклеим пусть проблема будет хотя бы одна покажу как это делать Сережа наклеил в верхней части наклеим какую-нибудь хорошую самый нижний наклей вот а я считаю соответственно аутро плюс то есть это тип заключения первый контакт вы думали что вы единственные кто идут по следам древней цивилизации но выясняется что группа религиозных фанатиков я вспомню как зила переводится это фанатик намерена во время не пустить никого по своему по этому следу поэтому вам нужно постоянно находиться в напряжении и постоянно следить за тем что будет происходить во время всей своей экспедиции абсолютно без сомнений что вы узнаете больше об этой группе если последуете по ее следам и будете разговаривать со всеми людьми которые могли бы что-то про нее знать получите деньги победные очки и опыт по соответствии с вашим локбуком здесь видите в чем фишка почему плохо что мы эту штуку не следовали мы не дозакрыли себе а нет тут нет тут ничего не кидаешь тут просто открываешь карточку получаешь щит который тебе позволяет крестик возбегать кстати крутой щит мы получили клеим наклеечку то есть непонятно откуда еще можно тут по идее не надо все в этом и суд что ты не можешь все но там еще фишка была в том что мы здесь вот видишь вот эти карточки я посмотрел они помогали получать нам дополнительные жетончики сюда ну то есть мы неправильно ну плюс фишка в том что у меня есть специальная способность смотрите у меня есть специальная способность где я задействую я могу взять себе жетон судьбы и за это вычеркнуть любой крестик знаешь я что думаю слушай а спешл экшен это же как раз помощь нет а наверное да Илью гляди возможно это просто можно было кидать кубик вот находясь тут типа покопаться в песках может быть кстати да черный но нужно было это лучше описывать ладно ребят давайте перейдем к финальным словам я просто поскольку сыграл уже 3 партии в эту игру могу начать просто да конечно фишка в следующем первый сценарий мне показался очень банальным и неries по одной простой причины во первых он был водный а во вторых тебя говорили чем делать ну там говорили что делать это был первый пол сценария а потом во втором в нем в ради никуда не ходили ты ничего как я бы такого не делала ты просто прошелся по прямой и и все как бы ты там и шел по прямой во втором сценарии было уже поинтересней потому что там разветвление было там в 4 разные стороны уходил лабиринт Но мне там не понравилось то, что враг, главный скопион, который мы нашли, он просто стоял вот такой в комнате, и пока мы там все не обшарили, не поняли, что к нему надо прийти, он стоял и ничего не делал. Мы его увидели через дверь, такие, ага, классно, до свидания. Здесь же наоборот все, здесь и враги двигались, как бы за нами от нас уходили, то есть нам надо было бы убивать за ними, чтобы бегать. И плюс ко всему, когда мы пришли главному боссу, не получилось такого, что я к нему пришел, у меня одного гнобит, а вы где там шаракаетесь и что-то делаете. Он всех к себе призвал, это было клево. В целом, мне понравился сюжет, было интересно, потому что реально мы исследовали пирамиду, у нас были вопросы, типа, как эта дверь открывает, что здесь делать. Очень интересно было посмотреть, что было бы, если бы провалилась бы эта пещера. Так вот, миньки будут прикольные, но миньки здесь, честно говоря, не особо нужные, потому что здесь вот эти вот штуки, вот миньками много, но я с огромным удовольствием поиграл это такое. Вся есть в том, что эти игры по факту одноразовые будут, и поэтому миньки, честно говоря, просто ее удорожают. Но с другой стороны, гораздо кайфовее было поиграть в эту штуку. Плюс они обещают, что к ней будут дополнения, которые на базе этого будут играться, вот это уже может разнообразить игру. Уже даже есть одно дополнение, там, два дополнения, типа, персонажами с дополнительными и дополнительными миссиями. Это кайфово. Сама по себе механика настолько простая и банальная, что можно систи как-то и все кем угодно. Это реально, это, я бы знаешь, как я назвал ее, я бы сказал, что это мой первый данжер-кровер. Ну, вот так оно и есть, как все просто. Вы что скажете? Мой первый данжер-кровер был Мумия. Это очень старая игра, очень-очень древняя. Я играл в детстве, лет 14. И он похож и немного по механикам, и по атмосфере. И у меня ностальгию очень сильно вызывает. Кто играл в Мумию, ставьте лайки. В общем, она тоже прикольная с проклятиями, с мумиями, вылезающими из стен. И какими-то неожиданными событиями, но попроще. Здесь все поинтереснее с точки зрения сюжета. По сюжету прям отлично. Я пишу, эти классненькие. Боевки, с учетом того, что карточки отдельные под каждого врага, можно было бы закрутить еще лучше. Не знаю, мне показалось, знаешь, сначала казалось, что типа, а, какая-то легкотня. А потом нам хох, и все нафигарили. Это прикольно. Но босс умер за два хода. Да. Мог бы быть и какой-то более хитрый. Ну, у нас была бы какая-то травма на красной, и было бы прям печально, наверное. Но, допустим, если бы мы нашли какой-нибудь артефакт против него, мы бы его убили за два хода. Нашли, не убили бы. Но у нас копье было. Ну, это опять же, третий, по-моему, из 14 сценариев, поэтому я думаю, что нам дальше все будет гораздо интереснее. Еще прикольно, конечно, то, что надо выбирать предмет, который ты берешь. Потому что тебе под каждой смотой пограничено. Ты вот петь сейчас между двумя хорошим предметом, в принципе, играл. Лишний кубик или переброс. Бесконечный переброс, конечно, круга. Тебе как петь? Понравилось в целом? Да. Я, наверное, с десантом сравнил. Давай. Хороший вариант в целом играл. Это сильно проще. И из-за того, что тут не надо как-то думать над механиками, оптимизировать ходы. Тут на первый план выходят именно сценарии. И мне кажется, это плюс. С другой стороны, я вот думаю, что вот этой игре планшет бы совсем не помешал, на самом деле. Это просто ты с Mansions of Manets уже заработаешь. Да, да. Ну, тут, понимаешь, ты добавляешь в планшет, и у тебя получается миньки... Тебе миньки самому делать, да? Миньки, во-первых, меньше самому игроку делать, а во-вторых, у тебя миньки начинают оккупаться, потому что ты в планшет новый сценарий допихиваешь. На тех же компонентах. А карты не печатать не надо. Ну, с другой стороны, знаешь, накачать такую штуку за 200 рублей, и вот тебе новая миссия. Ну, да. Здесь же ничего нет, здесь есть 20 карточек и наклейки, все. А с другой стороны, ты сделал электронную копию, но она вообще не требует распечатки. А у людей там... Ну, и продавать там по теме... Ну, вот эти, понимаешь, не выложишь туда. Валютого копия, которые тебе сюда кладут в предметы твои. Нет, я не говорю, что прям вообще все, да, в планшет переносить, но вот какие-то вот эти вот события случайные, вот, слабытия. То есть, да, карточки, окей, возьмите такую-то карточку, все, ты ее взял. Ну, события случайные. Ну, тогда этот док не получится сделать без карточек. Ты же видишь, все карточки завязаны над собой, что мы именно здесь нашли здесь, и так далее. Хорошо, согласен. Ну, в общем, в любом случае, получается, что тут какие-то места, мне кажется, можно было автоматизировать, чтобы не сидеть... Ну, это как, это я с тобой согласен. Ну, мне вот не очень понравилось то, что она реально тебе прям вот в сценарии, сценарий круто продуманное. Да, она легче, и из-за этого, говорю, вот реально сценарий выходит на первую плату. Антуан База, конечно, прям очень красавчик в этой игре. Ее надо обязательно, мне кажется, найти, причем, мне кажется, мы можем три из Авиача. Да, я вот тебе даже пожалел, что я в Кикни писался сразу, как будто. А я пожалел, что вот это было... Вот это, да, было интересно посмотреть. Ну, короче, здорово здесь сделано. Это был очень простой сценарий, даже по сравнению со вторым, потому что там он, наверное, сценарий подгонял, и там нам было очень больно. Первый мы вообще еле успели, мы прошли на последнем ходу, потому что там был таймер по этим, как разжетонам. А здесь нет таймера? Здесь, вот сейчас не было таймера. А сколько обычно? Ну, в первом у нас было все дети. А точно не было? Смотри, в первом у нас таймер был по ним следующий. У одного из игроков была карточка, которая была сказана, типа, вы были прокляты. И каждый ход, когда начинал этот игрок, он забирал себе в рюкзак одну штуку. И это был таймер как раз. Возможно, да. Вот. И, соответственно, там было написано, когда у вас кончились такие же тонны, потяни карточку такую-то. И там наверняка было что-то плохое. Мы, кстати, не посмотрели. Так, а эта карточка с проклятием не передавалась в следующий? Вроде нет. Тогда бы просто объясняло бы, что можно бесконечно лечиться, просто стоишь на месте. Я ничего не делал. Согласен, да. А если бы был был таймер, тогда это бы, да, продумано. Наверное, да. Может быть. Я спрошу у издателей, может быть, они именно хотели ее оставить на все сценарии, чтобы было принципиологично. Мы так думали во втором как раз. Но во втором у нас без нее кончились практически эти самые каунтеры. Там тоже осталось два, когда мы выбрались из пещеры. Понятно. При этом я скажу так, что вот очень круто, что изначально часть карты раскладывается, часть карты открываешь. Во втором сценарии, я говорю, это реально было. То есть мы изначально вот играли вот на одном поле. Так, скажу. Да и тут уже, да, вы... Нет, потому что началось вот так вот, с одной. И даже дверей не было нигде. Там лежало по три эжетончика на каждой. И двери неожиданно открывались. И двери появлялись, открывались, да. У меня сильное добре в этой игре после третьей партии. У меня были сомнения после второй, после третьей, я считаю, что она клевая. Озвоение 5. Да, да. Надеемся, вам понравилось на сегодня с ней летсплей. Если вам понравилось смотреть их в 360, обязательно об этом напишите. Для нас это важно, чтобы мы решили, стоит это делать дальше или не стоит это делать дальше. Напишите, в принципе, как вам игра. Хотите ли вы ее себе, хотите ли вы поиграть с нами. А с вами были Сережа, Петя и Юра. И вы смотрели Geek Media. Всем пока. Не забывайте ставить лайки. Лайки, лайки, лайки. Вов, вов. Субтитры сделал DimaTorzok